Выбирать не получается. Нельзя взять хорошее и отбросить плохое. Приветствую в Benchland. Сегодняшний ролик хотелось бы посвятить такому покемону, как GeForce GT 1030. Точнее, его проблеме с разводкой линии PCI-Express. Все дело в том, что он эксплуатирует лишь 4 линии PCI-Express 3.0. Соответственно, если он попадает в какую-нибудь старую систему с использованием PCI-Express 2.0, он будет терять производительность. То есть, если вы хозяин какого-нибудь сокета M3+, к примеру, или же какого-нибудь старичка на платформе Intel вроде LG 1155, и у вас при этом нету IV-бриджа, обратите на это внимание. Сейчас я расскажу, в чем же CIMIS. По-хорошему, дельта производительности должна составлять 1%, 2%, то есть попадать в понятие погрешности. Это отлично продемонстрирует GTX 750 Ti, который тоже примет участие в этом тестировании. Взгляните сами. Такой расклад актуален для видеокарты, которой с головой хватает пропускной способности шины PCI-Express. Минимальная погрешность происходящим, что доказывают цифры. А разницу можно заметить разве что будучи экиберкотлетом с высокой герцовкой экрана. В природе существуют и видеокарты, которым безразлична пропускная способность PCI-Express. Отличный тому пример GT710. Но это настолько унылое решение, что о нем лучше даже не вспоминать. Вот черт, я же вспомнил. А вот GT1030 может испытывать трудности с этим явлением. Пропускная способность четырех линий PCI-Express 3.0 равняется 16 линиям PCI-Express 1.1. И обладая она полноценной шиной, все было бы отлично. Но попав в слот 2.0, она потеряет половину своей пропускной способности. Попав в слот в 1.1, и вовсе замедлится в 4 раза. Частью влияния на производительность нелинейная. Те же самые бенчи практически не ощущают никаких проблем. Да, немного хуже, но не критично. А вот и игры. Возьмем нашу любимую Экон Тру на минималках Full HD с API DirectX 9. Потери до 19%, это реально ощутимо. Gears 5 на минималках Full HD с API DirectX 12. Потери до 15%, это ощутимо. Дота 2 на минималках Full HD на API OpenGL. Потери в турбозамесах до 19%. Это может помешать нагибать. Rainbow Six Siege на минималках Full HD на API Vulcan. Потери до 8%. Сотер на низком качестве Full HD под API DirectX 11. Потери до 6%. А вот и таблица с результатами. В худшем случае падение производительности составит порядка 20%. И это падение удастся компенсировать разгоном лишь отчасти на шине PCI-Express 2.0 и вообще никак не компенсировать на шине PCI-Express 1.1. Так что учтите это, если ваш выбор именно GT 1030. Возможно, класс поддержанных видеокарт типа GTX 750 Ti или Radeon HD 7790 будут выигрышнее для вас. Резюмируя, призываю вас связываться с GT 1030 только в том случае, если падение производительности для вас не критично. Или вы хозяин современной платформы с интерфейсом PCI-Express 3.0 или новее. В качестве альтернативы присмотритесь к Quadro T400, которые не кастрировали подобным образом, да и само по себе решение мощнее. Ведь OEM и Балк версии от E400 стоит примерно столько же, сколько простой магазинный GT 1030 в современных реалиях. Ну или же просто соберитесь на опушке, которая после тонкой настройки и GTX 1050 задушить сможет. Но это, как известно, уже совсем другая история. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь этим видео. До новых встреч в Бенчленде! Субтитры создавал DimaTorzok